14 февраля принято считать лучшим днем для неожиданных признаний в любви и оригинальных подарков, сделанных от всей души. Несмотря на то, что День Святого Валентина стал частью праздничной действительности россиян сравнительно недавно, лишь в прошлом столетии он активно завоевывает все новые и новые сердца. У праздника есть и конкретный виновник – христианский священник Валентин. Во время правления Клавдия II император был убежден, что его главный враг – брак, так как именно из-за него солдаты думали о том, как прокормить семью, а не о славе империи. Но нашелся человек, который стал тайно венчать легионеров с их возлюбленными. Как только его деятельность стала известна императору, Валентина приговорили к казни. Впоследствии он был канонизирован католической церквью, а уже чуть больше, чем через 200 лет, папа римский Геласиус объявил 14 февраля днем Святого Валентина. Мы знаем, что в преддверии 14 февраля повышается спрос на определенные категории товаров. В первую очередь это цветы, это конфеты, это рестораны и кафе. До 20-го года очень было популярно кино, но сейчас кино уступает свое место стриминговым сервисам. В каждой из стран Европы существует своя традиция празднования Дня Святого Валентина. К примеру, в Италии этот праздник называют сладким днем. Поэтому влюбленные дарят друг другу шоколад, различные конфеты и печенье в форме сердца. В Японии традиция дарить в этот день сладкое появилась в подаче одной крупной фирмы по производству шоколада. У французов в этот день принято дарить драгоценности, а в романтичной Дании люди посылают друг другу засушенные белые цветы. В России день влюбленных начали масштабно отмечать только в 1990-х годах, следуя американской и европейской моде. 14 февраля обычно принято, как и во многих частях света, дарить друг другу открытки валентинки, памятные подарки и ходить на свидания в кафе и рестораны. В российской культуре есть свой аналог Дня Святого Валентина. Это День Святых Петра и Февронии Муромских, как вы помните. И вот этот как раз день имеет полноценную историческую основу. Действительно, Петр и Феврония были мужем и женой. Действительно, Феврония происходила из простого рода. Действительно, они были женаты. И при всей неоднозначности начала их знакомства, собственно, эта пара прошла испытания на прочность гонениями, потому что действительно это исторически зафиксировано. В летописях Давыду Муромскому, перед смертью принявшему имя Петра, собственно, боярство ставило выбор. Либо он меняет супругу на более знатную, либо он, собственно говоря, отказывается от княжского престола. Он действительно сделал выбор в пользу супруги, отказался от престола. Этот праздник можно считать не только романтичным, но и прибыльным. Разговоры о Дне Святого Валентина в интернете резко возрастают еще с десятых чисел февраля. Тысячи людей начинают искать в интернете или носиться по магазинам в поисках подходящего подарка своим возлюбленным. Поэтому многие компании пользуются различными маркетинговыми уловками, чтобы дополнительно заработать на праздники. Наиболее распространены из них снижение цен на товары, выпуск отдельных линеек, предложение ко Дню Святого Валентина, предоставление подарка-сюрприза для каждого покупателя, рассылка виртуальных валентинок или розыгрыш приятного развлечения на двоих. И это только минимум. В январе происходит спад потребительской активности. После новогодних и рождественских праздников у нас не так много остается бюджета и обычно потребление несколько снижается. Вот гендерные праздники, которые включают в себя 8 марта, 23 февраля и, наверное, 14 февраля, они немножко выравнивают ситуацию. Задумайтесь о том, 14 февраля это мужской или женский праздник? Или это относится и к мужчинам, и к женщинам в равной степени? На самом деле это чисто женский праздник, потому что цифры показывают, что деньги, которые тратят мужчины на 14 февраля, примерно в 5 раз больше, чем тратят женщины. Многие магазины, рестораны и другие заведения даже украшают свои помещения красными сердечками и романтическими элементами декора в честь Дня Влюбленных. Это также способствует повышению посещаемости места и становится хорошим пиар-ходом. Такого рода маркетинг не только помогает в создании особой атмосферы праздника, но и во многом определяет концепцию заведения, а точнее показывает заботу об уюте гостей и трепетное отношение к комфортной и располагающей обстановке. Лучшее, что может сделать компания, это не попытаться как-то запутать потребителя, сделать псевдовыгодное предложение. Лучшее, что мы можем предложить, это воспользоваться услугами вместе со своей второй половиной или человеком, который для вас важен, которого вы любите. Уловки скорее они не идут от компании, сколько от социума. То есть наши любимые ждут от нас определенного внимания и мы здесь можем поставить знак равенства, соответственно, трат. Потому что в обществе потребления способ проявить себя, как считают философы и экономисты, в частности Жан Бодрияр, проявить себя мы можем только через потребление. Проявить свою любовь лучше всего через дорогой подарок, поход в ресторан или так далее. Так считают философы. Совсем не важно, есть ли у вас вторая половинка или вы свободны. Отмечаете ли вы день влюбленных или предпочитаете не уделять ему особого внимания. Стоит помнить о великой силе маленьких добрых дел. Кто знает, может именно в этот день случится какое-то интересное событие или знакомство с человеком. который подарит вам не только Валентинку, но и свое сердце. Даже если у вас нет грандиозных планов, можно уделить время себе и делу, которое вам по душе. Ведь любовь к себе тоже имеет особое значение в нашей жизни. Именно с этого все и начинается. Кристина Отекина, Универновости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова